Приветствую вас. И, вы знаете, мне хотелось бы свой ответ начать с того, что разделить, мы разделим вашу проблему на две части. Первая часть касается девушки, вторая часть будет касаться вас. Почему так? Дело в том, что насчет девушки вам будет проще, наверное, понять, вам будет легче начать с этой части. А потом я постараюсь подвести вас уже к своей проблеме, к проблеме с вами лично. И тогда вам будет более органично понимать, как происходят дела, потому что, в принципе, все представляется взаимосвязанным. Итак, основная проблема заключается в том, что ваша девушка сначала говорила, что любит вас, что вы самый лучший, а потом начала слушать советы, как строить отношения, и у вас начались проблемы. Вы знаете, конечно, это очень такой, знаете, момент очень раздражающий, очень негативный, очень такой болезненный. Ну, почему другой человек, слушая изменения, там, третьих лиц относительно своей личной жизни? Почему человек не хочет строить отношения сам, да, преследуя свои цели и живя, как бы, своим умом? И вы знаете, вот на этот вопрос ответить можно только так. Человек слушает советы тогда, когда у него, у самого есть определенные проблемы, у него у самого есть определенные, ну, я бы сказал так, сомнения. Определенные сомнения относительно, ну, вот, жизни, своей жизни. И, вы знаете, не случила бы девушка, тем более, такая сильная, целеустремленная, как вот вы говорите, советов, если бы у нее все было хорошо. То есть, вначале-то она вас действительно полюбила, вначале у нее действительно была к вам страсть, была влюбленность. Потом это прошло. И когда прошло, что получилось так, что девушка подумала, а что дальше? Вот у вас есть, как бы, потенциал, по ее мнению. Она говорит, развивайте этот потенциал вам, развивайте этот потенциал. Вы тянете с этим, потому что у вас проблемы со здоровьем. И девушка думает, вы там остаетесь, где вам удобно. Вы там остаетесь, где вам комфортно. Вы на той ступени остаетесь, где вы сейчас. Вы не желаете развиваться, вы не желаете развиваться, не желаете расти, и девушку это не устраивает. Почему, спросите вы. Потому что у нее ребенок. И она вынуждена, вынуждена, она именно что вынуждена, думать о своем ребенке, думать о его будущем, думать о том, какое у него детство. А это значит, что она будет думать о, там, обеспеченности, о том, как его обеспечить, как, там, предложить ему все, что он хочет, все, что ему нужно. И девушка теряет уверенность, что вы именно тот человек, который может ее обеспечить. То есть, да, с одной стороны, она к вам испытывает какие-то чувства, она спрашивает, скучаете ли вы или нет. Это говорит о том, что у нее есть к вам все-таки романтичные какие-то порывы. Но, понимаете, в чем дело? Эти порывы, эти порывы, они, ну, как вам сказать, они подавляются девушкой, потому что она знает, что нельзя обращать внимание только на них, на эти порывы. Нужно все-таки думать о чем-то еще. Все. Так полагает ваша женщина. И поэтому она завязана в основном не на себе, как это было в начале, не на вас, а на ребенке. И для нее важно, чтобы ребенок был обеспеченным. Если она не видит вашего желания стремиться к большей обеспеченности, ради нее, ради ребенка, то отсюда ее охлаждение. И если вы хотите ее вернуть, если вы хотите, чтобы девочка была с вами, то тогда, я надеюсь, вы понимаете, что мы переходим к вам. И сначала определим так. Как вы, вы очень много написали про девушку, в самом деле, но мало вас, в качестве написали про себя. Кроме того, что вы ноете, зная, что она не любит, когда ноет мужчина. Кроме того, что вы описали, что вы стали подскаблучником, то есть она начала вами управлять, она сильная, вы как бы слабее ее. И вы пишите еще, что у вас нет желания работать в другом месте, нет желания развиваться, потому что проблема с здоровьем. Так же вы пишите, что вы инвалид. Но работают я охранником. Вы знаете, вы знаете, я должен вас спросить, вот то, что вы инвалид, заставляет вас думать, что вы хуже других, что вы не менее достоинны, чем другие, то вы меньше можете, чем другие, и так далее. То есть как у вас обстоят дела, с самооценкой, с мнением о себе, с гордостью и достоинством. Если все это у вас есть, то есть нет никаких комплексов, вы принимаете себя таким, какой вы есть, не испытываете проблем с самооценкой, знаете, чего вы хотите, знаете, чего вы стоите, то тогда вам нужно будет просто-напросто понять, что девочка хочет, чтобы вы развивались, чтобы у вас были перспективы, потому что эти перспективы нужны не столько ей, сколько ее ребенку. И если вы можете дать ее ребенку те самые перспективы, которые ей нужны, то вполне вероятно, она вновь увидит вас в мужчин. То есть для нее мужчин это защитник и добытчик. Вы таковым пока для нее не являетесь. Дальше. Девушка сильная, как вы пишете. И девушка вас умудрилась подчинить немного, то есть вы подкабулся. Знаете, девушка сильная, потому что знает, что кроме нее ей никто ничего не даст. Кроме ее самой. И чтобы что-то получить, нужно что-то делать. И поэтому она такая сильная и сироустремленная. Уверен, если вы будете таким же, если вы будете заниматься перспективами, если вы будете развивать, четко идти к своим целям и так далее, то она увидит в вас это. И нужда быть сильной отпадет для нее на самом деле. Это то, что вам нужно понять. Дальше вы пишете, что хотите измениться для себя и хотите быть с ней, но как быть не знаете. Вы знаете, вам действительно нужно начать меняться. И действительно нужно начинать меняться для себя. В первую очередь. Не для девушки, а для себя. Если вы будете меняться для себя, то, во-первых, вы обретете свои собственные цели, которые, вне зависимости от развития отношений с девочкой, дадут вам хорошую перспективу, позволят вам иметь более высокий уровень жизни. И, что самое главное, вы не будете так зависимы от девочки. Если вы решаете меняться для нее, для девочки, то тогда вы ставите себя в зависимость от нее. А раз вы ставите себя от нее в зависимость, значит, любое ее проявление, какое угодно проявление, может повлиять и на ход ваших изменений, на ход того, как вы меняетесь. Это не если хорошо для вас. И именно поэтому, если вы собираетесь меняться, то меняетесь вне зависимости от того, будете вы с девушкой или нет. Игнорить ее не нужно, но общаться с ней меньше определенно стоит, потому что, если вы раздеваете меняться, у вас будет меньше времени. Девушка увидит, что вы заняты, и, по крайней мере, первое, что у нее возникнет, это любопытство, чем вы занимаетесь. Она вас обязательно спросит. И вот тогда, когда она вас спросит, вы ей скажите, что я решил там двигаться в том направлении, в котором ты мне говорила. Я осознал, что это для меня действительно важно. Не ждите от нее реакции. Она как, о, какой ты молодец, все, я возвращаюсь к тебе, я с тобой. Нет. Девушка пока услышала одно, сколько слова. Слова – это не действие. Слова – это не результат. Поскольку девушка является матерью, то для нее важен именно результат, в первую очередь. Это значит, что девушка будет смотреть не на то, что вы говорите, а на то, что вы делаете. Если вам хочется переписывать с ней, пожалуйста. Но так, я думаю, все и останется тогда по уровню переписок. Если вы хотите с ней чего-то большего, то начинаете действовать. И действуйте, в первую очередь, для себя самов. Потому что то, что она вам говорит, объективно, вас, скорее всего, есть. И вам нужно это развивать. В противном случае другие люди не будут видеть, что вы живете полной жизнью. Другие люди будут физично вынадовольствовать их тем, что есть. Это нравится не каждому, не всем. Если у вас есть проблемы с самооценкой, если у вас есть определенные комплексы по причине вашей инвалидности, я могу вам помочь их преодолеть. В первую очередь, это работа в осознании себя, в осознании тех явлений, которые происходят в социуме, в обществе, в людьми. И второе, это правильное понимание, понимание того, что происходит. То есть, комплексы, это всегда, в первую очередь, отсутствие понятий. Отсутствие понятий, истинных понятий того, что происходит. Это набор, совокупность, случайных признаков. Обстоятельств, которые окрашены эмоционально и не являются, сколь-либо адекватно отражающими действительность. Вот так вам нужно двигаться. И так вы можете вернуть свою девушку с точки зрения психологии. Безусловно, вы можете обратиться еще в расцел эзотерики, и там вам могут помочь вернуть девушку другим путем. Но вот, с точки зрения психологии, это можно сделать именно так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Нажимаю вам всего доброго и удачи.